День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В 2023 году празднуется 34-е годовщина со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. В честь этого в Усть-Римском краеведческом музее прошла встреча ветеранов-интернационалистов и жителей города, где вспомнили события тех времен. За 9 лет советская армия в ходе военных действий в Афганистане понесла самые большие потери со времен Великой Отечественной войны. Свыше 14 тысяч солдат погибли, 6 тысяч скончались от ран и болезней. В 1988 году после подписания Женевских соглашений начался вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года его территорию покинули последние колонны 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск. Когда вы пришли в 18 лет в военкомат, получили повестки, отправились в армию, наверное, мало кто из вас представлял, какая ноша вам уготовлена. Но время выбрало вас, а вы выбрали ту страну, в которой вам довелось жить и служить ей. Вы все выполнили свой воинский долг с честью, с мужеством. Вам есть чем гордиться, а последующим поколениям есть чему у вас учиться. Вы продолжили ту славную летопись советского солдата, победившего фашизм, принесшего мир в Афганистан. Ребята, большое вам спасибо за ваш выполненный воинский долг. В Истилимске около 38 лет действует общественная организация ветеранов боевых действий на территориях других государств Паншер. Наши земляки, прошедшие горячие точки, продолжают служить России. Братство клуба активно ведет общественную деятельность, занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. Безусловно, эта работа – важный вклад в сохранение памяти о тех событиях не только среди современников, но и для будущих поколений. Множество пожеланий долголетия звучали в адрес героев от первых лиц города и района. Паншеровцам вручили благодарственные письма губернатора Иркутской области. В тот период времени вы себя проявили как настоящий мужчина, проявили доблесть и храбрость. И, конечно, на каждое поколение, если посмотреть по истории, выпадает какая-то война. И сегодня тоже непростое время, то время, которое приходится нам защищать родину, проводить специальную военную операцию, участвовать в ней. И, конечно, мы ориентируемся на вас, на те поколения, которые были, которые проявили свое мужество, героизм. И сегодня это огромная помощь, это огромная история поступать так же, ориентироваться на вас. Мужество, здоровье, благополучие, всех благ. Присутствующие на мероприятии делились своими воспоминаниями, а школьники, студенты Устилимского техникума, творческие коллективы Дворца культуры и дружбы, подготовили творческие номера. Воспитанники реабилитационного центра подарили ветеранам обереги в виде красных браслетов. Мы отдаем дань памяти солдатам и офицерам, всем тем, кто до конца остался верен присяге и ценой своей жизни исполнил долг перед Родиной. Тех, кто не вернулся с афганской войны, торжественно почтили у мемориала три звезды. 14 февраля в 03.16 на телефон 112 поступило сообщение о пожаре в Устилимском районе. В поселке Неван по улице Геологическая горел многоквартирный жилой дом. К тушению привлекались 13 огнеборцев и 5 единиц техники. Общая площадь пожара – 120 квадратных метров. В результате огнем уничтожены две квартиры и частично кровля здания. Пожар ликвидирован, погибших и травмированных нет. Предварительная причина – виновное лицо, ущерб устанавливаются. Дорожная служба Иркутской области получила 15 комбинированных дорожных машин. Предприятие приобрело спецтехнику благодаря субсидии из областного бюджета на сумму более 60 миллионов рублей. Сейчас в дорожной службе 110 комбинированных дорожных машин, истребуемых 150. Именно поэтому правительство региона поддерживает инвестиционную программу предприятия. Новая техника будет работать во всех филиалах дорожной службы, в том числе и в северных районах области. В Устеримске увеличена единовременная материальная помощь акушерам. Теперь ее размер составляет 92 тысячи рублей. Такие выплаты в новом размере, предусмотренные акушерам, приступившим к своим должностным обязанностям с 1 января 2023 года. Напомним, что поддержка оказывается специалистам, которые трудоустраиваются в учреждении здравоохранения города в рамках муниципальной программы развития отдельных направлений социальной сферы. Размер выплаты из бюджета города врачам составляет 230 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 57 тысяч 500, фельдшерам – 92 тысячи рублей. В 2022 году единовременную материальную помощь получили 20 специалистов, 14 врачей, 3 фельдшера, 2 медсестры, 1 акушерка. В 2023 году в бюджете города на эти цели заложено 3,8 миллиона рублей. В 2022 году по сравнению с 2021 в Иркутской области на 20% вырос оборот общественного питания. По данным Иркутскстата, он составил более 26 миллиардов рублей. Вырос также оборот платных услуг. Рост составил 6,9% по сравнению с данными на 2021 год. Всего за прошедший год оказали платных услуг на 140 миллиардов рублей. Отмечается повышение спроса на услуги из сфер культуры и туризма. Годовой оборот розничной торговли составил более 530 миллиардов рублей. Это на 4,5% меньше, чем в 2021 году. Сократились продажи непродовольственных товаров, вырос оборот продуктов. Цены на продукты, непродовольственные товары и услуги Иркутской области в декабре 2022 года выросли на 0,9%. Продолжаем следить за ходом капитального ремонта плавательного бассейна «Олимпийц ТЭМП», который взяла подрядная организация, пока внушает оптимизм. Но устилимцы до сих пор сомневаются, что реконструкция главного спорта объекта Левобережья будет завершена в срок. На сегодняшний день подрядчик продолжает отделочные работы, сантехнические, электромонтажные работы, установка светильника в большой чаше и в малой прошли. Также по чаше, по большой у нас уже начались грунтования и предварительная стяжка стен. Продолжает монтировать систему вентиляции в помещениях, в коридорах. Вентиляцию в большой чаше, в малой и в спортзалах уже прокинули. Также идет установка оконных блоков в дальнем спортзале. И ремонт помещений малой чаши, душевые, также уже заштукатурены. Готовится уже выходить на отделочные и плиточные работы. Также хотелось бы отметить, что сегодня выйдут на работы на купол. Это зачистка балок и покраска и обделка ламинарными панелями в самом куполе. Это отдельная бригада приедет. Сегодня мы с встречаемся, обговариваем их внутренний график субподрядной организации. Ежедневно мы ведем мониторинг, сколько людей присутствует на объекте. На сегодняшний день это около от 20 до 25 человек на объекте работают. Вчера также присутствовал на объекте. Работы ведутся. По материалам был момент, что материала не хватало. Нашли в другом магазине у поставщиков в городе. Также дополнительный объем заказан с Иркутска. То есть с поставщиками также сделали дополнительный созвон и определили, что материал едет. Остеримский отдел социальной защиты населения продолжает подавать заявление на присвоение почетного звания ветеран труда Иркутской области. С начала 2023 года уже обратилось 1157 человек. Из них 20% отказано. Граждане не понимают, что одним из требований является наличие трудового стажа. А не количество прожитых лет в Приангаре. Продолжаю говорить об этом, что все же обращаться нужно только при наличии основания стажа в Иркутской области у женщин 40 лет и у мужчин 45. Или ветеран труда ЛПК или энергосистемы. Но тоже при наличии стажа работы 30 лет у женщин, 35 у мужчин. Почему-то все по-прежнему считают, я прожил в городе 40 лет или 45, и я должен получить это звание. 444 человека, те, кому утвердили уже в министерстве это звание, 258 из них – это женщины со стажем 40 и более лет. 138 человек – это ветераны ЛПК. Это максимальное количество из утвержденных. 4 февраля в Большом уютном зале детской школы искусств номер один состоялся традиционный концерт «Зимние узоры». Со сцены зрители увидели танцевальные композиции учащихся хореографического отделения и услышали произведения композиторов разных стран и эпох в исполнении воспитанников музыкального отделения. Всех участников концерта объединяло желание подарить зрителям хорошее настроение. И это им, безусловно, удалось. Специально к мероприятию юные художники школы подготовили две выставки своих работ. Одна из них под названием «Зеркало» состояла из автопортретов, которые ребята писали, глядя на себя в зеркало. А все работы второй части выставки были посвящены Новому году. Эскизы новогодних открыток, игрушки-сувениры из текстиля и папье-маше, рельефы из пластилина и автопортреты зрители с удовольствием рассматривали в фойе школы. Межмуниципальный отдел МВД России Устилимский объявляет ежегодный творческий конкурс игрушек «Полицейский дядя Степа». Участником может стать любой житель города и района. Для этого необходимо изготовить игрушку из текстиля, пластика, бумаги, дерева и иного материала, отражающего облик и специфику службы стража порядка. Например, участкового уполномоченного полиции, сотрудника ГИБДД, кинолога, эксперта-криминалиста и т.д. Отбор работ проводится до 7 апреля. Лучшие поделки будут направлены в Главное управление ВД России по Иркутской области для участия во втором этапе конкурса. Авторов всех работ ждут благодарности победителей, ценные подарки. Работы принимаются в местном отделении полиции с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. 11 февраля в спортивно-молодежном центре притяжения в рамках спартакиады трудовых коллективов и учащейся молодежи города Устилимском прошли соревнования по гиревому спорту. Каждую из 10 команд представляло по 4 спортсмена. По итогам состязания определились победители и призеры соревнований. Первое командное место заняла сборная охранного предприятия «Ангара», второе – группа «Элим», третье – МЧС. 15 февраля – день образования Устилимского района. 55 лет назад, в 1968 году, указом Президиума Верховного Совета РСФСР был отделен от Братского и образован Устилимский район. Его площадь составляет более 36 тысяч квадратных метров, включающая в себя 8 поселений, 12 населенных пунктов, из них 10 поселков, 2 села. Численность населения – более 13 тысяч человек. Территория богата лесными ресурсами и полезными ископаемыми. Но главное достояние района – это, конечно же, люди, сильные, мужественные труженики, патриоты своей малой родины, хранящие славные традиции и лимской земли. Редакция нашей программы от всей души желает всем жителям Устилимского района крепкого сибирского здоровья, активного долголетия, уверенности в собственных силах и в завтрашнем дне. Продолжение следует...